Жить на свете совсем непросто. Постоянно происходит какой-то затор, каких-то ситуативных обстоятельств, какой-то беспомощности и непонимание, что делать. В итоге очень часто настолько непросто, что хочется действительно куда-то отойти. И иногда это отойти, говорят про выйти из, собственно говоря, своих отношений, но так не бывает, к сожалению. Большое количество стрессов и проблем в жизни заставляет нас воспринимать отношения с другими людьми как ресурс. И очень часто человек для нас является каким-то источником энергии. Но если энергии нет, то мы ничего не можем дать и не можем взять. Если мы находимся в плюсах, у нас много сил, много энергии, мы можем давать, к нам тянутся. А если нет, тогда нам очень тяжело. И другой момент, когда это происходит в отношениях, один суперэнергичный, супервеселый, суперактивный. А второй такой вот, на минуточку, никакой. Если мы истощены, устали, находимся в минусах, то в наших отношениях нам нечего, грубо говоря, давать. И когда мы истощились, именно тогда мы становимся неприятными и способны даже раздражать других. Именно из-за этого, когда мы готовы отдавать, очень важно не забывать о себе. Бывает так, что человек действительно неприятен, очень сильно неприятен другим. И это бывает тогда, когда у него недостаточно своего ресурса. Если вы, напоминаю, такой человек или с вами что-то такое же случилось, то очень важно для себя вообще, в принципе, понять, что вы будете дальше делать. Вступая в отношения с кем-то, обязательно начните договариваться с самим собой. Потому что усталость, упущенные возможности, все это будет отражаться в ваших отношениях. И самое ужасное, что когда в отношениях с вами хорошо, к вам тянутся. И другой момент, когда у вас не развиты базовые навыки психики. И очень часто вы действительно или инфантил, или не умеете настраивать, как говорю, фокус на локус. И это все отнимает достаточно много сил. Когда мы говорим с вами про взрослого, взрослого, зрелого человека, то мы очень часто обращаем внимание на то, что он делает. И мы с вами говорим скорее про поступки, про то, что он может на ежедневной основе, как рутину создавать. И другой момент, ответственность за все негативные эмоции, какие-то другие проблемы. Очень-очень часто мы находимся в хроническом-хроническом стрессе. И для того, чтобы из этого выйти, очень важно дать себе базовую-базовую нагрузку. И мы говорим про нагрузку эмоциональную. Очень многие не могут отпустить себя. Очень многие не могут разрешить себе. И идут вот такими в отношениях. Поэтому, если вы хотите в отношениях быть желанным, незаменимым, то просто обязательно начинайте работать с внутренним состоянием восстановления. После того, как вы восстановитесь, к вам будут притягивать, будут притягиваться. И вообще все будет у вас хорошо. Главное, огромная, огромная к вам просьба. Это делайте все то только ради человека, с которым вы действительно хотите быть в отношениях. Если вы сами инфантил и очень часто не чувствуете других, то это прям-таки будет отражаться и на эмоциях, и на состоянии, и на всем-всем моменте, который называется жизнь. Подписывайтесь на мой канал. Здесь про здоровье.